Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск! И сегодня вас ждет марсоход Perseverance, который успешно сел на Марс и прислал первое фото. Jaguar станет полностью электро-брендом после 2025 года. Калифорнийский стартап Alphamoto анонсировал электрокроссовер Alphajax. McLaren представила подзаряжаемый гибрид Artura. В следующем году в Японии будет спущен на воду первый электротанкер. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал, друзья! Я желаю вам приятного просмотра! Поехали! Марсоход NASA Perseverance осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Согласно имеющимся данным, после посадки все системы аппарата работают в штатном режиме. Примечательно, что это уже пятый аппарат NASA, сумевший сесть на поверхность Красной планеты. Посадка длилась около семи минут, а все необходимые манипуляции выполнялись в автоматическом режиме. Стоит отметить, что процесс входа в марсианскую атмосферу, спуски-посадку часто называют семью минутами ужаса, поскольку он достаточно сложен и происходит быстрее, чем радиосигналы могут достигнуть Земли. Поэтому посадка осуществляется в режиме автоматики, а людям остается лишь ждать, когда данные будут переданы с Марса на нашу планету. После того, как произошло отделение маршевого двигателя и аппарат достиг марсианской атмосферы, на скорости около 20 тысяч километров в час, на высоте 11 километров раскрылся парашют. После этого отделился защитный кожух, и марсоход впервые испытал на себе воздействие недружелюбной окружающей среды. В это же время запустилась система навигации на местности. В заключительной стадии снижения заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого марсоход спустился на тросах. Теперь, когда ровер совершил успешную посадку, потребуется несколько дней для развертывания оборудования, которое имеется в оснащении и будет использоваться для ведения исследовательской деятельности. Буквально сразу по прибытию на Красную планету, марсоход передал на Землю несколько снимков, сделанных на инженерную камеру. Более качественные изображения следует ждать после того, как завершится процесс развертывания. Что касается целей марсохода, то он займется исследованием свойств осадочных пород Марса, а также соберет образцы грунта в специальный контейнер. Предполагается, что в будущем этот контейнер будет доставлен на платформу, которая поднимет груз на орбиту Марса, а там его подберет космический аппарат и доставит на Землю. Реализация миссии по доставке марсианского грунта на нашу планету может быть реализована в 30-х годах. Начиная с 2025 года, Ягуар будет создавать лишь электрокары. В линейке не будет бензиновых, дизельных и даже гибридных моделей. Об этом стало известно благодаря анонсу стратегии Re-Engine концерна Ягуар Лендровер. Пока Ягуар полностью перейдет на электродвигатели и аккумуляторы, Лендровер запустит 6 новых моделей к 2024 году. Ягуар будет использовать новую чистую электрическую архитектуру для своих будущих автомобилей. Компания заявила, что вложит 2,5 миллиарда фунтов в новую стратегию и зарезервирует 35 миллионов фунтов. Для выплаты штрафов за невыполнение целевых показателей по выбросам в 2020 году. Ягуар также работает над автомобилями на водородных топливных элементах и планирует начать дорожные испытания прототипов в течение года. Калифорнийский стартап Альфа Мото Корпорейшн продолжает расширение своей линейки электромобилей, предложив потенциальным покупателям новый электрокроссовер Альфа Джакс. Модель основана на той же платформе, что и ретро-купе Альфа Эйс. Однако отличается рядом интересных отличий. Четырехдверный электромобиль способен перевозить четырех человек по бездорожью. Новинка представлена в двух вариантах – полноприводном с двумя электродвигателями и переднеприводном. Кроме кроссовера Джакс, компания Альфа Мото также показала специальную версию купе Альфа Эйс Перформанс Эдишн, которая отличается наличием второго электродвигателя, который обеспечивает полный привод и улучшенную динамику. Макларен представила подзаряжаемый гибрид Артьюра, который должен стать новой эрой в истории компании. Спорткар объединит в себе систему подзаряжаемых аккумуляторов с ультралегкими материалами, что должно обеспечить высокую прочность и неожиданную топливную экономичность. Это не первый гибрид Макларен. Ранее выпускался гиперкар Макларен P1, но у него не было возможности подзарядки от розетки, и он был очень редким автомобилем. Новая же модель предполагает массовое производство, как минимум по меркам Макларен. Основой машины станет бензиновый V6 на 3 литра вместе с двумя турбонагнетателями и электросиловой установкой. Машина будет способна развивать 671 лошадиную силу. По словам представителей компании, Артьюра сможет разогнаться до 100 км в час за 3 секунды. Для передачи мощности и момента на колеса применяется 8-ступенчатая коробка передач, и впервые для Макларен электронный дифференциал. Тут не будет традиционной задней передачи, вместо нее применит электрический двигатель, что будет крутиться в обратную сторону. Зарядить аккумуляторы до 80% можно будет за 2 часа в случае применения зарядки Level 2. Батареи будут заряжаться в том числе от рекуперации тормозного усилия. Макларен Артьюра начнет продаваться в третьем квартале 2021 года по цене от 225 тысяч долларов за базовую версию. Электрификация водного транспорта движется не так активно, как наземного, но электрические катера и паромы уже появляются. Вскоре к ним присоединятся и более крупные суда, например, танкер И-5, в трюмах которого, по иронии, будет традиционное горючее. По некоторым расчетам, за год эксплуатации всего сотня океанских контейнеровозов генерирует столько же выбросов, сколько все легковые автомобили в мире. И с учетом истории развития и масштабов индустрии, одного намерения или законодательных мер, чтобы очистить эту индустрию, явно недостаточно. Японский И-5 Project, консорциум грузовых и инженерных компаний, строит первые два 62-метровых танкера по заказу Asahi Tanker. Они будут использоваться для доставки топлива в Токийском заливе. Силовую установку разрабатывает Kawasaki Heavy Industries. Каждый танкер водоизмещением 500 тонн будет оснащен двумя литий-ионными аккумуляторами Orsa и SS на 1740 кВт-часов. Производство Carvus Energy. Они будут питать моторы двух винторулевых колонок, которые обеспечат крейсерскую скорость примерно в 10 узлов. Точный запас хода батареи не указан, сказано лишь много часов. Новые танкеры И-5 будут не только чистыми, но и более тихими, создавая меньше вибраций и шума, чем традиционные двигатели. Так что для экипажа условия работы станут более комфортабельными. Вдобавок, в случае природного катаклизма в регионе Токийского залива, судно сможет обеспечить электричеством службы спасения. Оба судна будут построены на верфи Имура. Первый танкер планирует спустить на воду в следующем году, а второй в 23-м. На этом все новости, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте лайк ему, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. И, конечно же, я жду ваших комментариев внизу. Я напоминаю, что все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я буду на этом заканчивать. Огромное вам спасибо за просмотр. Берегите себя и своих близких. Жду вас в следующем выпуске. Пока.